Очень часто, когда мы в рабочем имейле пишем Заранее спасибо На самом деле мы хотели сказать Это нужно было сделать еще вчера вообще-то Давайте сегодня разберем Типичные фразы деловой переписки И их истинное значение Сразу небольшой дисклеймер Не воспринимайте сегодняшний выпуск слишком серьезно Я специально нашла в интернете Памятку офисного сотрудника С переводом типичных фраз С офисного на человеческий Устраивайтесь поудобнее Поехали Давайте начнем с фразы О которой я уже упоминала Заранее спасибо И вот на человеческий ее можно перевести как Сделай это Это нужно сделать к тому моменту, как я нажму кнопку отправить Спасибо за проявленный интерес На самом деле звучит Ну почему же вам вообще пришло в голову об этом заговорить Не могли бы вы быть так добры Да сделайте уже Подпись в конце имейла, которая значит Я вообще вас никогда в жизни не встречала, мне все равно Всего самого наилучшего Этот разговор окончен То есть чувствуем пассивную агрессию в каждой фразе Мои наилучшие пожелания С офисного на человеческий переводится как Ваш запрос на самом деле самый ненапряжный в моем инбоксе Поэтому так и быть сделаю Надеюсь, вам это помогло На самом деле значит, что это максимум того, что я готова для вас сделать Я провела небольшой ресерч, на самом деле говорит нам Я уже все сама погуглила, потому что очевидно, вы слишком ленивы, чтобы это сделать Слово chase переводится как преследовать кого-то, гнаться за кем-то В данном случае имейте в виду, что человек уже писал, не дождался ответа И вот снова напоминает о себе этой фразой Простите, что снова пишу На самом деле, что имеется в виду? Уже вот прям сейчас возьмите, ответьте на мой email Ну очень извиняюсь, что снова пишу Я думаю, переводить не нужно Пест это животное-вредитель То есть крысы, мыши, вот эта вся история Простите, пожалуйста, что снова вам докучаю На самом деле, значит Я просто в бешенстве от того, что вы меня игнорируете Пожалуйста, напишите моему коллеге Переводим на человеческий Это не моя проблема, разговаривайте с коллегой Я вставляю в копию моего коллегу Это не моя проблема, я очень этому рада Я все уточню и напишу вам На самом деле, значит Я могу забыть Я дам вам знать, как только что-нибудь узнаю Переводится как Я точно забуду Я очень надеюсь, что вы забудете По итогам нашего разговора ранее, сегодня Скорее всего, переводится как Я только что орала на вас по телефону Очень приятно было с вами пообщаться Скорее всего, это вы только что орали на меня по телефону С одним восклицательным знаком Спасибо Я не злюсь на вас С двумя восклицательными знаками Пожалуйста, не злитесь на меня А вот thanks с тремя восклицательными знаками Это уже Я сейчас вот сижу и рыдаю просто за своим столом От того, что происходит Пожалуйста, дайте совет, порекомендуйте, как стоит поступить Скорее всего, то, что случилось, ваша вина Будьте добры и посоветуйте, как поступить Это абсолютно точно ваша вина Вы не против, если я зайду к вам как-то? На самом деле, это значит Я уже в лифте, я уже еду Не могли бы вы уточнить? На самом деле, значит Вы мне уже писали об этом, но я удалила ваш email и не помню Простите, если я не точно выразилась Не донесла На самом деле, значит Я думаю, что выйдет Дайте мне знать, если вам что-нибудь еще нужно Никогда больше мне не пишите Как я уже говорила в начале Это перевод, конечно, шуточный Но, как вы знаете В каждой шутке есть доля шутки На сегодня это все Спасибо, что смотрели Учите английский с Puzzle English Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok